С каждым днём видновчане чувствуют приближение юбилея города. По этому случаю в парке Сосинки прошло праздничное мероприятие, которое не оставило равнодушными местных жителей, а прежде всего детей. Ведь для них было подготовлено множество развлечений на любой вкус. Мне хочется сказать огромное спасибо клубу «Энергия», который организовала эту площадку. Действительно подготовили для маленьких детишек, подготовили и разукрашки, и какие-то бисерные истории. И сборка-разборка автоматов, и можно сфотографироваться на замечательном панно. Ну и, естественно, подвижные игры. Из-за сохраняющейся непростой ситуации, связанной с коронавирусом, большую юбилейную программу у кинотеатра «Искра» пришлось отменить. Однако жители города всё равно не останутся без праздничного настроения. В связи с теми требованиями, которые на сегодняшний день предложены Роспотребнадзором, мы перешли на такую форму, мы будем оккультуривать людей, и, так сказать, поздравлять их с праздником вот на таких площадках, где собирается не более ста человек народу. Мальчики и девочки могли попробовать себя в росписи по дереву на мастер-классе от изо-студии «Акварель». Досочку эту можно подарить кому-то или в комнате повесить у себя. Работают ребята акриловыми красками, то есть они яркие, безопасные, интересные. Рядом представители оборонно-спортивного клуба «Ратник» наглядно показали, как проходит процесс сборки-разборки автомата. Чем быстрее, тем лучше, мне так кажется. Но это ещё дети, они учатся, поэтому для взрослых, может быть, какие-то нормативы существуют, но у нас детский клуб. Также ребята могли смастерить из деталей, подготовленных авиамодельным клубом «МИК», небольшие самолётики. Процесс был несложным и увлекательным. Здесь смысл спрещается не в том, чтобы они долго что-то конструировали, а быстро собрали самолётик и получали удовольствие от того, что кидают и запускают самолёт. Видновчанин Александр Пеньков посетил праздник вместе с внуками. Каждый нашёл себе занятие по душе. Приятно, когда выходишь так возле дома, и вдруг неожиданный праздник, можно с детьми заняться, погулять. Ну, это здорово. Главным заводилой на мероприятии был любимец детворы Клоун Алекс. Вместе с ним в пляс пускались не только дети, но и жители гораздо более старшего возраста. Парк Сосинки уже давно стал любимым местом отдыха жителей близлежащих домов. Уже в следующем году пройдёт его реконструкция, чтобы стать ещё более современным и уютным. Во-первых, по площади он будет реконструирован. Второе, что будут больше здесь детских площадок, игровых в том числе. Кроме того, в парке высадят новые деревья. Дмитрий Книга, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.